МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От средиземного до субтропического климат благоприятный в любое время года, так что выбирайте отдых в Туапсинском районе. Здесь много пляжей, чистое и теплое море, красивейшая природа и много солнца. Друзья, махнем, отдохнем за впечатлениями. Как курорт, Туапсинский район начал развиваться в советское время. Тогда стали открываться санатории, базы отдыха. Но их было недостаточно, а потому многие селились в частных домах без каких-либо условий, а порой просто жили в палатках. Сейчас такое тоже практикуется, но в кемпингах вам уже не придется искать воду или туалет. Здесь создано все для комфортного отдыха. Кстати, и гостиниц стало в десятки раз больше, поэтому проблем с выбором жилья у вас не будет. Переходим к отдыху. На нее едут посмотреть тысячи туристов. Она не только самая красивая природная достопримечательность, но еще и визитная карточка всего района – скала Киселева. «Скалой слез» ее называли изначально, потому что у шапсугов, это приморские адыги, была древняя легенда, связанная с богатой девушкой Гуаш, ее поклонникам-дешевекам, который был небогат. Но они решили свои пути жизненные совместить. Но Гуаш все-таки решила еще раз проверить храбровую юношу, назначила ему встречи на вершины скалы. И когда молодой человек пришел к назначенному сроку, то увидел, что его возлюбленной нет. Но вдали, в море, на небольшом плоту горит свеча. Тем самым Гуаш решила проверить, поплывет ли он за свечой. Хитрая девчина, да? Еще та, да. Но Дешевек был храбрым, и он решил доказать Гуаш, что он достанет эту свечу и вернется с ней с горящей свечой к своей возлюбленной. Поплыл он в бурное море, но не хватило сил. И он, и конь утонули. Все это видя, Гуаш поняла, что она ошиблась в Дешевеке, что он ее по-настоящему любит. Тогда она горько заплакала, распустила свои волосы и в окутавшем скалу тумане исчезла. И вот теперь, как говорят туристы, в момент шторма на море многим видится, что из пены морской выходит на своем коне храбрый Дешевек со свечой в руках. Но не доходит он до берега, а растворяется в воде. А также видят женщину с распущенными волосами, которая стоит на скале и ждет своего возлюбленного. Но также она его не дожидается, растворяется в тумане. Поднялись мы, наконец-то, на вершину скалы Киселева. С пляжа, с дикого пляжа. Это главное было слово «наконец-то». Поднявшись на вершину, обратите внимание на прекрасный вид, открывающийся с этой смотровой площадки. Ну что мне вам сказать? Конечно, ради такого стоило бы похудеть на 500 граммов, пока не долез до вершины. Стоит преодолеть эти метры, сотни метров, для того, чтобы действительно насладиться вот такой красотой. Мало кто знает из купающихся на пляже, что здесь, на вершине скалы, тоже когда-то был пляж. Как? Обратите внимание, вот на эту полосу, где вперемешку идет и глина, и галька. Как будто самосвал подъехал на вершину и высыпал сюда целый кузов гальки. Но нет, дело было не так. В четвертичную эпоху, примерно два, может быть, один миллион лет назад, здесь когда-то был пляж, где плескалось море. И вот это самое море, окатывая камни, делало их гладкими. И отложения того давнего периода видны до сих пор. Кавказские горы поразвожают расти, вместе с ними и растет когда-то древний и сегодня видимый пляж. Почему они к моему приезду не могли оставаться на этом же уровне? Спасибо, Владимир, огромное. Пожалуйста. Все-таки я так думаю, что и местные узнали хотя бы эту частичку истории. Друзья, скала Киселева, буквально в трех километрах от города Туапсе, найдете это место, райское место. В 1897 году Александр Александрович Киселев впервые посещает посад Туапсе. Красоты Туапсинского района впечатлили художника, и он непременно принимает решение приобрести участок. Первый участок Александр Киселев приобретает на Кадожском мысе. Впоследствии там данный участок стал называться скала Киселева. Дело в том, что Александр Киселев настолько был впечатлен увиденными красотами и природой Туапсинского района, что он пишет свою знаменитую работу «Кадожские скалы». Сейчас современное название у данной скалы скала Киселева. Все, кто приезжает в Туапсинский район, непременно знают ее как скала Киселева. Ну, давайте, наверное, все-таки скажем откровенно, что когда появилось, так скажем, на свет сие произведения, и когда узнали миллионы наших соотечественников, то тогда, мне кажется, все-таки и заговорили о том, что есть на Черноморском побережье вот такое чудесное местечко под названием Туапсе. Совершенно верно. И поехали-ка мы, дорогие, в эти прекрасные края. Наверное, все-таки с этого момента и стоит вести отчет курортной жизни вашего района. Действительно. Я придумал. Может быть, вы меня... Александр Киселев приезжал в Туапсе только в летний период. Здесь он ходил на этюды, сделал зарисовки определенные. А потом, приезжая в Санкт-Петербург, в Москву, он выполнял уже данные этюды на полотнах больших размеров, которые участвовали уже непосредственно в выставках передвижников, художников-передвижников. Уникальные экспонаты – это мольберт и стульчик, которые принадлежали самому художнику. Вот этот стульчик очень удобно было брать с собой на пленэр. Очень удобно. И самое главное – легенький. Присяду? Не стоит. Это музейные экспонаты. Начинается. В нашем музее начитывается самая большая коллекция работы Александра Киселева в количестве 14 работ. Всего города Туапсе посвящено, и Туапсинскому району посвящено 34 работы. Михаил, так что восхититься красотами Туапсинского района – это одно дело. Но узнать историю, познакомиться с творчеством великого художника Александра Киселева можно, посетив дом-музей Александра Киселева. А далее отправляйтесь-ка вы на природу, точнее, к горе Индюк. Она находится примерно в 40 километрах от Туапсе. Есть версия, что гора получила свое название из-за схожести с головой Индюка. Но по другим версиям Индюк – это переложенное на русский манер название, которое дали горе древние народы Кавказа. В годы Великой Отечественной войны, то есть плацдаром, скажем, зона боевых действий, Индюк хорошо обстреливали, бомбили, якобы вот поговаривают, что до как раз-таки Великой Отечественной войны сам массив, то есть скальные башни, станции, которые находятся, якобы из какого-то определенного ракурса имели вид такого Индюка, то есть такой прям как будто распушил свой хвост. В горный массив входят главные вершины высотой 859 метров, а также множество скалостанцев. Место популярное привлекает к себе в год тысячи-тысячи туристов, людей, просто как бы любителей, которые сюда приезжают. Как можно лазить на профессиональном уровне? Это вот мека-альпинизма, скалолазание, вот так и, скажем, организация такого длинного трекинга, где люди приезжают даже без всякой подготовки, там примерно за минимум 4 часа, а в летнюю жару иногда чуть больше идет, подъем только в одну сторону, на массив самого Индюка. Вот, заходят, фотографируются, и, конечно, там дух захватывает от увиденного. Ну что я увижу? Мы сегодня, друзья, мы сегодня просто туда не поднимемся. Хочу сказать из-за того, что, ну, во-первых, погода не позволяет, очень жарко. Ну и... А еще почему? Потому что мы лентя... Весь маршрут с восхождением на башню Индюка считается средней трудностью. Вот, потому что где-то даже нужно будет небольшой такой навык свободного лазания по скалам, чтобы подняться на саму башню Индюка. Экипировка, да, то есть должна быть соответствующая. Должны быть обязательно закрытая обувь, там можно, конечно, в футболочке и в шортах идти, но головной убор, это вот как раз-таки к жаре, обязателен. Ну и, конечно, пополнять запасы воды. Двухлитровую бутылку на человека воды обязательно с собой. Вот, ну и потом, как бы, наличие, конечно, рюзачка, чтобы не было ни пакетов, ни сумок никаких. Вот, и самое главное, самое главное, это зарегистрироваться в службах спасения. Туапсинский район большой, в нем десятки поселений, и в каждом есть что посмотреть. Большинство отдыхающих, преодолевая тысячу километров, едут на побережье не только искупаться в море, но и совершить поход к водопадам. А их у нас, видимо-невидимо. Я приглашаю вас в село Тингинка. Всех ждем, всех любим. Наше первое слово – здравствуйте, с приездом. Я бы сказал, одно из самых красивых уголков, лично для меня, потому что я на многих местах был, и он в доступности для всех туристов. Это самое главное, потому что человек, может быть, 10 раз красивее места быть, но доступа не будет и не попадет сюда. Так что проезжайте, это для вас самый красивый угол. Отдыхающему надо активнее себя вести. Если вам водопад падает, вы хоть не ленитесь, зайдите под него, покупайтесь, покрычите, душу отведите, чтобы вам было приятно. Тогда ни один человек отсюда равнодушным не уедет. Думаю, хватит уже легенд, истории, природы, хочу, веселья, драйва и экстрима, поэтому помчу в аквапарк. Отправляйтесь в село Небок, это 15 километров от Апсы. В один из первых в России крупных водно-развлекательных комплексов под открытым небом. Этот аквапарк был открыт еще в 1997 году. Его площадь около трех гектаров. Я переборол себя. Бухта Инал, Джубга, Ольгинка, Огой, а еще Новомихайловский. Выбор для того, как и где провести свой отпуск в Туапсинском районе есть. Поэтому и проблем с отдыхом у вас не будет, так что махните и отдохните в этот курортный уголок Краснодарского края.